МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Так уж сложилось, что наша команда проводит очень много времени в дальних путешествиях, и мы практически не уделяем внимания своему родному региону. Сегодня мы решили восполнить этот пробел и отправиться в путешествие по ближайшим пригородам Санкт-Петербурга. Наше путешествие начинается в Шлиссельбурге. Множество туристов приезжают сюда, чтобы полюбоваться некогда грозной крепостью Орешек, построенный новгородцами еще в начале 14 века и отвоеванный Петром I у шведов в 1702 году в ходе Северной войны. Если вам доводилось бывать в Шлиссельбурге, вы наверняка обращали внимание на остатки старинных гранитных шлюзов, расположенных у речного причала, от которого стартует паром в крепость Орешек. Здесь берет начало Петровский канал – самое крупное гидротехническое сооружение Европы середины 18 века. И третье по масштабу после Петербурга и Кронштадта – стройка Петровской эпохи. Петровский канал, он же Староладожский, и расположенный параллельно ему Новоладожский, хорошо видны на карте Ленинградской области, но мало кому доводилось пройти целиком весь путь вдоль каналов. Хотя, каким бы сложным ни казался этот маршрут, он наверняка стоит того, чтобы своими глазами увидеть и оценить всю грандиозность этого сооружения. Мы отправились в путь вдоль канала по его северному берегу. Дорога, которая была когда-то проложена по южному берегу, практически на всем протяжении утонула в болотах. А вот ту, что проходит по северному, со стороны Ладожского озера, хотя и весьма условно можно считать проходимой. Многочисленные размывы и подтопления превращают путешествия в настоящее спортивное мероприятие. В этот раз нам повезло. Год выдался очень сухим, и большую часть бродов нам удалось пересечь без особых проблем, хотя и без традиционных внедорожных приключений тоже не обошлось. Для чего же в начале 18 века при помощи примитивных инструментов и в таких жутких условиях нужно было строить этот канал? Ответ на самом деле очень прост. Спустя 9 лет после основания Петропавловской крепости поселение вокруг нее фактически становится столицей Российской империи. Масштабное строительство и продолжающаяся Северная война требуют огромного количества ресурсов. Стройматериалов, продовольствия и оружия, единственным путем доставки которых был путь по рекам Волхов и Свирь и далее по Ладожскому озеру и Неве. Однако по причине постоянных штормов и мелководия южной части Ладоги судоходство в этих местах было крайне опасным. По статистике того времени каждый третий корабль терпел на Ладоге бедствия, и за один только 1718 год утонуло около тысячи судов. Идея соединить в обход Ладоги две транспортных артерии Волхов и него принадлежит Петру Первому. В марте 1719 года, отслужив молебен и лично откатив несколько тачек земли для будущей плотины, Петр Алексеевич повелел за два года построить канал шириной 25 метров и протяженностью более 110 километров. Изначально по замыслу Петра канал должен был получиться в один уровень с Ладогой, и для свободного прохождения судов глубина от поверхности до дна планировалась чуть больше двух метров. Как видно на титульном рисунке схемы, орудия труда применялись самые простые. Из инженерных инструментов – компас, циркуль и транспортир, а для земляных работ – кирки да лопаты. Два года пролетели очень быстро. Прибыв с инспекции к месту строительства, Петр обнаружил, что деньги освоены, а канала нет. Знакомая картина. Расправившись с казнократцами, Петр поручил руководство стройкой генерал-лейтенанту Христофору Антоновичу Миниху. Считается, что именно Миних предложил революционную для того времени идею – поднять уровень воды в канале за счет ее поступления из рек, озер и болот южного берега Ладоги и регулировать его при помощи шлюзов и водоспусков, которые сохранились до нашего времени. Водоспуски именовались Нордскими и Зюицкими, что соответствовало их расположению с северной и с южной стороны от канала. Зюицкими регулировалось поступление в канал воды из озер и болот, служивших естественными резервуарами, а Нордские использовались для сброса излишков воды в Ладогу. В каких условиях приходилось трудиться, можно легко представить, если посмотреть на перспективу каналов сверху. Не мудрено, что среди строителей канала была высокая смертность. Покойников не считали, их просто зарывали в плотину, ставшую братской могилой для тысяч крепостных крестьян, солдат и вольнонаемных дружеников. Сам Петр не дожил до завершения строительства канала, который был открыт для проводки судов в марте 1731 года, то есть ровно через 12 лет после начала работ. Как можно судить по тому, что мы смогли увидеть сегодня в районе поселков Леднего, Сумскоя и Дубна, строился канал на века. При должном обслуживании он мог бы быть и сегодня работоспособным. Шлюзы и водоспуски облицованы гранитными плитами и герметизированы свинцовыми пластинами. Это Дубинский водоспуск. Настоящий памятник эпохи классицизма. Характерная черта водоспусков Петровского канала – монолитные колонны из розового гранита, выполненные артелью Самсона Суханова. Из такого же материала и этими же мастерами выполнены колонны Исаакиевского и Казанского соборов в Петербурге. Фигурные прорези в колоннах предназначены для воротов, вращая которые можно было поднимать и опускать запирающие щиты. Выглядело это примерно так. Всего на канале было построено 13 подобных водоспусков. А за безопасность этого поистине стратегического объекта отвечал специальный ладожский батальон. В поселке Сумское сохранилось двухэтажное здание, в котором как раз размещалась охрана канала – сумская караулка. При строительстве канала по его берегам были проложены мощеные камнем дороги – так называемый бечевник. Бечевник использовался для проводки судов при помощи бурлаков или конной тяги. Для того, чтобы таким способом пройти от Новой Ладоги до Шлиссельбурга, требовалось около суток. Теперь от прежнего бечевника сохранилось только несколько небольших участков. В остальном же дорога вдоль канала стала проходимой разве что для квадроцикла. В конце 19 века параллельно Петровскому каналу был прорыт второй – Новоладожский. А затем, уже в начале 20-го, с появлением железнодорожных путей, транспортное значение обоих каналов резко упало. Хотя Петровский канал использовался для нужд судоходства практически до 1920 года. А в 1960 году он был взят под охрану как памятник истории и культуры федерального значения. Теперь же Петровский канал постепенно зарастает тиной и ряской и превратился в прибежище для уток и диких кабанов, которые обитают по берегам канала в огромном количестве, по причине труднодоступности этих территорий для человека и наличию неплохой кормовой базы. Кабаны окончательно разрыли дороги вдоль канала и с удовольствием лакомятся одичавшими яблочками в заброшенных поселках. И все же не стоит забывать, что это рукотворное чудо было когда-то крупнейшим гидротехническим сооружением Европы, рекордным по количеству проходивших по нему судов и перевозимых грузов. Всем известно крылатые выражения про «окно в Европу», которые прорубил Петр Первый. Однако почему-то никто не вспоминает про дверь. А может быть, шлюза Петровского канала это как раз и есть? Та самая незаслуженно забытая дверь. Только маленькие дети думают, что игрушки ломаются сами по себе. Ну а взрослые все же должны понимать, что большинство проблем с техникой возникает вследствие неправильной эксплуатации. Пожалуй, самая распространенная ошибка застрявшего квадроциклиста. Открыть полный газ и пытаться раскачать квадроцикл в надежде, что колеса за что-нибудь зацепятся. Из-под них летят потоки грязи, но мото-вездеход не трогается с места. Но если вращающееся с бешеной скоростью колесо вдруг все же за что-нибудь зацепится, то вследствие динамических перегрузок могут разрушиться детали редукторов, шарниров, приводов и даже приводных валов. Однозначно не гарантийный случай. Если уж вы хорошенько застряли, постарайтесь привлечь на помощь друзей и выбраться из топкого места, аккуратно работая газом и стараясь избегать пробуксовки колес. Ну а если и это не помогает, воспользуйтесь лебедкой. Так уж сложилось, что специальные экипировки для квадроциклетного туризма не предусмотрены. Поэтому, собираясь в очередное путешествие, нам приходится заимствовать различные элементы снаряжения у альпинистов, мотокроссменов, охотников и рыболовов. И один из таких элементов – это забродные штаны. Настоящая мечта Дуримара. Если жарким летом, когда вода в реках и ручьях теплая, ну или хотя бы чуть-чуть прохладная, купание вместе с квадроциклом доставляет только лишь удовольствие, то с наступлением холодов уже хочется облачиться в непромокаемый скафандр, роль которого с успехом могут играть забродные штаны. Используемые при рыбной ловле под названием нахлыст. Рыбак забрасывает снасть, стоя по пояс в воде. Самые простые заброды сделаны из прорезиненной ткани, и штанины их заканчиваются обычными резиновыми сапогами. Однако длительное пребывание в таком резиновом мешке, особенно при хорошей физической нагрузке, неизбежно приводит к тому, что ноги все равно промокают от собственной влаги. В отличие от классических резиновых, современные забродные штаны делаются из специальной мембранной ткани, которая способна, как говорят, дышать, то есть пропускать влагу изнутри и при этом противостоять давлению воды извне. Поэтому ноги остаются сухими, даже если пришлось зайти в воду по самую верхнюю кромку штанов. В нижнюю часть штанин герметично вклеены носки из толстого неопрена, точно такие же, как у гидрокостюма аквалангиста. И уже поверх этих носков одеваются специальные забродные ботинки. Хотя ничто не мешает одевать и мотоботы, которые будут защищать ноги намного лучше, чем просто резиновые сапоги. Лучше всего под заброды одевать толстые шерстяные носки, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию стопы. Тогда ноги будут чувствовать себя в сухости и тепле, сколько бы времени вам не пришлось провести в этом скафандре. И еще, рекомендуем всегда плотно застегивать пояс, на случай, если все же случится упасть в воду. Ну а если уж вам все-таки довелось упасть и промокнуть, тогда разводите костер и сушите ваши заброды. Кстати, о том, как легко и быстро развести костер даже из самых сырых дров, наш следующий сюжет. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой, как рожек мокрых дров в лесу. Но для нас, квадроциклистов, это уж не такая большая проблема, поскольку у нас с вами всегда есть с собой бензин. Но полить бензином дрова этого недостаточно. Бензин очень быстро прогорит, и дрова не загорятся, поскольку горит не сам бензин, а его пары. Есть очень простой, экономичный и быстрый способ прожига сырых дров. Для этого нам понадобится всего лишь консервная банка, песок и бензин. Этот способ называется ленивый примус. Для этого мы берем банку, засыпаем туда песок и наливаем 100 грамм бензина. Банку подмещаем под дрова и поджигаем. Этот ленивый примус сгореть будет больше получаса. За это время любые дрова сумеют разгореться. Квадроциклы CF-Moto Техника для настоящих путешественников. Широкий модельный ряд, универсальные характеристики и надежность в эксплуатации, подтвержденная множеством российских и международных экспедиций. CF-Moto – это оптимальное сочетание цены, качества, доступности запчастей и технической поддержки. Весь модельный ряд техники CF-Moto, а также широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров у вашего официального дилера.